Всем привет! Сегодня у меня видео ни о чем, о погоде, о природе. Сегодня ну просто изумительный денек. Я не знаю, вообще вот у нас сейчас в сентябре в Латвии стоит такая хорошая погода, лучше чем летом. Я чувствую себя намного лучше, чем летом. Какой-то прилив энергии. Ну это, наверное, потому что вот такие дни хорошие. Идем в лес Эльзой. А куда еще идти в такую погоду? Только в лес. Тепло, хотя всего плюс 18, я посмотрела, показывает на телефоне. Но я вот в одной маечке, в рубашечке тоненькой. Просто классно, так хорошо. Не знаю, вот иду. Зачем иду, не знаю. Что будет, то и соберу. Ну, иди сюда, да. Пойдем бруснику поищем сначала. Надо запастись витаминчиками хорошими на зиму. Идем, Эльза, вот сюда идем, да? Давай, сюда. Надо кое-какое урожай собрать сегодня. Там немного у меня лука еще на огороде. Надо его вытащить, а то сгниет. Я про него и забыла. В общем, в этом году урожая, можно сказать, нет никакого. Так, надо мяты еще будет нарвать нам, Эзочка, да? Так, идем, идем, идем. О, вижу эти сыроежки. Сыроежки растут. Немного есть брусники. И такая хорошая. Раньше здесь было много ее. Ну, сколько есть. Соберу. Эльза, ко мне! Не уходи далеко. Там вертолет летит, слышу. Такой звук. Так, тепло сейчас на солнышке пригревает. Бесподобно. Загорать хочется даже. Я очень мало в этом году загорала. Почти не загорелая. Надо, наверное, позагорать чуть-чуть. Эльза все высматривает, высматривает. Уточки? Уточек нет здесь. Здесь бывают лебеди. Ну, пойдем туда. Пройдемся, посмотрим. Может быть, там лебеди плавают. Ну, что, нет лебедей? О, здесь такая яма. Не валится бы. О, ямище. Надо все-таки не только на камеру смотреть, но и под ноги. Эльза, ну, подожди. Подожди меня. Не уходи. Она идет вперед. Видит, что я иду. Бужит. Так она далеко не уходит, конечно. О, как здесь красиво. Камыши. Ну, какие ягодки спелые нашла. Такие большие, спелые. Вся гроздь. Попадаются такие грозди, где половина спелых и много белых еще. Какая прелесть. Такая прелесть. Яма такая. Там еще и вода. Ой, как здесь хорошо. Даже искупаться хочется, но не здесь, конечно. Хотя напоминает такую речку. Ну, здесь болото. Здесь болото. Здесь купаться мы. Не купаемся. И никто не купается. Так, она туда куда-то в яму сейчас. Кто там? Ой, ой, ой. Я вот думаю, что же так хорошо в лесу? Как комфортно. И тут до меня дошло. Потому что нет ни комаров, ни мух. Никто не пристает. Вот как хорошо осенью в лесу. Сейчас уже вторая половина дня. Самая жара. Завтра, кстати, тоже будет хороший день. Я посмотрела. Тоже 21 градус. Не знаю, какая будет на следующей неделе погода. Но на этой неделе просто чудесная. Хотелось бы, чтобы подольше она продлилась. А мох такой мягкий. Так, идешь мягко-мягко. Мягонько. Очень приятно идти. А тут даже тропиночка. Эльза, хорошо? Хорошо в лесу сегодня? Эльза! Эльза, не пропадай из виду. Не пропадай. Иди сюда. Ух ты, куда мы зашли. Кстати, эти места я вам не показывала. Я часто снимаю в лесу. Но вот здесь я вам не показывала это место. А вот это место я вам показывала. Ко мне! Ко мне! Эльза! Да, вот так вот выйдешь на природу. Немножко успокоишься. После того, как почитаешь. Эти все бешеные новости, что происходит в мире. Единственное успокоение. Это идти на природу. и питаться этой энергетикой положительной. Чтобы с ума не сойти. Вот этого безобразия происходящего в мире. Так, кто тебе туда разрешил пойти? Иди сюда. Эльза! Ко мне! Молодец! Нельзя! Жарко ей уже, да? Жарко! Эльза, ко мне! Не, ну вы только посмотрите, да? Вылезай! Так вот идешь, гуляешь и еще по пути ягоды собираешь, да? Нормально вообще-то? Здесь мелкая. Вот она местами крупная, но вот мало где крупная. Здесь мелкая. Уже после того, как пособирал такую крупную, не хочется эту мелкую собирать. Я же ведь ее все равно потом ну, чищу. Чищу, мою и протираю с сахаром. Ну вот тут она уже никакая. Какой-то гриб. Старый. Старый гриб. Ага, старый. А это вот эти, наверное, которые сейчас будут дымить, нет? Не, не буду их упортить. Пусть они тут сидят. Так, Эльза уже дрова заготавливает на зиму, да? На топку. Ну, палочка? Палочка? Палочку возьми. Возьми палочку. Хорошая палочка. Да, хорошая палочка. Давай, бери. Будем дрова заготавливать в зиме. Бери палочку. Смотри, как глаз себе там не испорти. Ну, и палочка какая хорошая. Эльзе попалась. Хорошая палочка? Хорошая. Фу, что ты ее грызешь? Фу. Маме дашь палочку? Дай маме палочку. Дай. Дай маме палочку. Дай. Там люди приехали на машине. Я ее долго держала. Ну, думала, побежит туда. Ну, нет, не побежала. Они в лес ушли. А мы с этой стороны. Так вот, занялась палочкой. Слава богу. Смотрите, какая еще красивая голубика. Эльза. Кто? Ворона? Ворона, да. Каркает. А она все к этой палке. Осторожно. Скоро она ее совсем съест. Так, зашли в тенистое такое местечко. Ну, здесь тени больше. И уже такие комарики летают. Уже комарики. В принципе, уже как бы делай к вечеру. Сейчас же день такой покороче стал. Особенно это теплый день. Уже после пяти, после шести. Прохладненько становится. Да, Эльза? Прохладненько становится. Вот тебе тут радости сколько. А дома она ложится и спит днем. Не, ну, когда я хожу, она, конечно, тоже ходит за мной. Хотя бывает и спит. Так, снова нашла палочку, да? Ну, как только я вот одела сапоги, так все. Эльза уже была на стреме. Но поводок мы не нашли. Мы без поводка сегодня. Так что имейте в виду, кто здесь бывает. Не, ну Эльза, она, конечно, она добрая собачка. Добрая собачка. Так, куда-то рванула. Куда-то рванула. Кто там? Волк? Ты сама как волк. Ну, что? Нравится тебе в лесу? Хорошо? Правда? Домой не хочешь? Мама наберет сейчас полный. Так, сейчас покажу. Наберу полный. Туисок. Ну, здесь... А, с кобытой капустой. Капусточка моя. Лесная. Надо еще посмотреть, есть ли клюква. Но я сегодня, конечно, собирать не буду. И я как-то побаиваюсь ее собирать. Потому что тут довольно топко. Дожди же шли. С собакой не хочу. Сама бы я, конечно, аккуратненько тут в это болото залезла бы. Но с Эльзой... Сейчас просто гляну. О, уже проваливаюсь. Уже проваливаюсь. Здесь уже. Так. Вот, есть, есть клюква. Эльза, куда пошла? Смотри, клюковка есть. Но она еще не спелая. Это клюква. Она еще не спелая. Она же не зреет. Брусника зреет. Если ее собрать незрелую, и она постоит и зреет. Ой, как много клюквы. Так, все, Эльза. Ой, как ее много. Вот она, видите, клюква. Здорово. Клюкву вообще классно собирается. Она так быстро собирается. На одном месте. Вот ее сколько. Класс. Ну, еще такая. О! Где она там? Купалась. Смотри, закупалась. Она найдет, где искупаться. Эта морда. Хитрая. Вот в какую мы канал с Эйзой залезли. Я тоже сюда залезла. Да? Потому что здесь очень удобно ягодки собирать. Там люди ходят. Ты к ним уже подбегала? Себя отправили, да? Отправили. Домой. Так, вырвала последний лук. Надо посушить. Такое солнце сегодня высохнет. Разложу, положу в пакетик. Мало совсем в этом году лука. Ну, сколько есть. Да, Эльзочка, сколько есть лука? Что там этот лук? Что мы его будем килограммами есть, что ли? Хотя я лук очень люблю. Сейчас пойду мяты нарежу. Да. Нарежу мяты. Насушить надо. Надо насушить мяты. Так, идём резать мяту. Вот такой денёк. И птички щебечут главное. Так, птички. Жди меня. Жди. Так, а вот здесь мята уже семена. Может быть, её посеять, и она где-нибудь вырастет на следующий год. Здесь такая уже старая мята. Так, а где у нас не старая Эльза? Где не старая? Здесь тоже старая. Представляете, что я нашла? Посмотрите, какая крупная. Ну, кто-то её уже начал кушать. Нет, один кустик, он всё лето. Всё лето цветёт, растёт. Вот. Крупная, да? А какая сладкая! Так, всё. Больше нет. Ну, нет, есть ещё. Вот ещё есть. Ну, будет ещё. Посмотрите. Вот ещё ягодка. Может быть, и будет. Смотрите, сколько. Я её хорошо удобряла. Видите, как она? Здесь как-то солнца маловато. Не попадает. Так, нашла я такую. Видите, какая мята хорошая? Если бы лето было бы жарким, её давно бы здесь не было. Она очень быстро высыхает. Сейчас я её срежу. Здесь довольно много. Эльза, посмотри, схватит нам столько мяты? На зиму. Ну, пока хватит. Хотя бы столько пусть будет. Эльза, а ты любишь виноградик? Дай тебе попробовать ягодки. Созрел полностью виноградик. Нет, я думаю, тебе нельзя, Эльза. Нельзя тебе виноградик. Спасибо. Спасибо. Спасибо.